А теперь я с удовольствием выступлю перед вами. После моего выступления хор исполнит гинн «Я быть как Иисус стараюсь». Солона Флейти исполнит Хелен Макгар, член класса Лавр из Центрального кола города Линдон, штат Юта, США. Стоя за этой кафедрой, я представляю себе лица молодых женщин по всему миру. Как же я люблю вас. Мне особенно нравится вместе с вами давать обещания о том, что мы всегда, везде и во всем будем свидетелями Бога. Как это сделать? Выступая перед вами, я молюсь, чтобы Дух направлял нас и свидетельствовал каждый из нас о том, как мы можем быть свидетелями Бога. Когда наши дети служили на миссии, они узнали, что Дух Святой подтверждает истину, если мы проявляем себя как свидетели Иисуса Христа. Одной из наших дочерей была золотая слушательница по имени Джилия. Эта молодая женщина с радостью повиновалась каждой новой заповеди, какой бы трудной она ни казалась для нее. Она была студенткой, ей всегда не хватало денег, но она стала платить десятину, как только узнала об этом законе. У нее была почасовая работа, требовавшая ее присутствия по воскресеньям. Но у нее хватило мужества попросить своего работодателя перенести ее часы работы с воскресенья на другой день, чтобы она могла посещать причастные собрания. Несмотря на усердие Джилии, у нее все еще не было твердого свидетельства о книге Мормона. Наша дочь и ее напарницы знали, что ей необходимо получить свидетельство об истинности этой книги от Духа. И потому они решили подготовить для нее урок о Святом Духе. Начав подготовку к этому уроку, они вдруг почувствовали, что это не совсем правильно. Помолившись, они ощутили побуждение работать в другом направлении и подготовить урок об Иисусе Христе. Когда пришло время назначенной встречи, эти миссионерки стали рассказывать Джилии об Иисусе Христе. По ее щекам потекли слезы. Она спросила, что это за чувства я испытываю? Миссионерки свидетельствовали о том, что это влияние Духа. Произошло именно то, чего они так хотели. В тот момент наша дочь вспомнила, что одна из величайших ролей Святого Духа – свидетельствовать о Христе. Сам Иисус сказал, «Утешитель, Дух истины, будет свидетельствовать обо мне». Наша дочь поняла, поскольку она свидетельствовала об Иисусе Христе, Святой Дух подтвердил ее слова. Мы тоже можем быть свидетелями Христа, если возглашаем Христа, радуемся о Христе, проповедуем Христа и обращаемся к Нему как к источнику отпущения своих грехов. Праведный царь Вениамин в книге Мормона повелел своему народу собраться у храма, чтобы услышать его слова и его проповедь о Христе. Он рассказал своему народу о милости Господа, его силе, мудрости и, самое главное, искуплении. Царь Вениамин свидетельствовал о Христе, и Дух свидетельствовал его народу, как и Джиле, что Иисус Христос есть Спаситель. Затем царь Вениамин призвал свой народ быть стойкими в вере во Христа, на что люди воскликнули. Мы верим всем словам, которые это сказал нам, благодаря Духу Господа Вседержителя, который произвел в нас или в наших сердцах такую великую перемену, что нет у нас больше намерения творить зло, но есть постоянно совершать добро. И мы готовы вступить в завет с Богом нашим и повиноваться заповедям Его во всех своих делах. Народ царя Вениамина, как и каждый из нас, заключил завет с Богом, обещав Ему повиноваться Его заповедям. Соблюдая этот завет, вы будете свидетелями Бога среди своих сверстников. Недавно мои дети и их супруги вспоминали времена, когда им приходилось отстаивать истинные ценности, сопротивляясь давлению сверстников. Кому-то пришлось отказаться от веселых соревнований, проходивших в воскресенье. Кому-то объяснять своему работодателю, что он не может работать день субботний. Один отказался смотреть порнографический фильм в гостях у своего друга, когда ему было всего 11 лет. Другой отказался просмотреть порнографический журнал со своими одноклассниками. После этих случаев оба стали на какое-то время изгоями среди своих сверстников. Наша дочь отказалась участвовать в грубых и грязных разговорах у себя на работе. А сын не стал пить спиртной напиток, который его друг украл из запирающегося шкафчика своих родителей. Другая наша дочь, единственная член церкви в своем классе, выступала с докладом на уроке английского языка, который постепенно перешел в дискуссию о книге Мормона. Наши женатые дети продолжают рождать в этот мир детей, невзирая на критический настрой общества. В такие моменты они могли чувствовать себя одинокими, но, будучи свидетелями Бога, они ощущали укрепляющее и поддерживающее присутствие Святого Духа. Их также укрепляли благословение, которое мы получаем благодаря послушанию заповедям Бога. Он обещал нам, «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу десницу и правды моей». Бог действительно поддерживал моих детей своей рукой, когда они свидетельствовали о Нем своим примером крепкой веры и соблюдения заповедей. «Их пример также благословляет и укрепляет меня». Если вы будете свидетелями Бога в своем доме, это укрепит ваши семьи. Часто мы забываем, что слова из девиза «Общество молодых женщин» «Подготовиться к укреплению дома и семьи» относятся не только к будущим обязанностям молодых женщин в качестве жены-матерей, но и к их обязанностям дочерей и сестер в семьях, которые у них есть здесь и сейчас. В юности моя мама тоже укрепляла свой дом и свою семью. Будучи старшим ребенком в семье, менее активным членом в церкви, она обладала даром огромной веры. Она самостоятельно ходила на занятия первоначального общества и совместные мероприятия. Она стала достойно заключить брак в храме даже раньше, чем ее родители смогли войти в храм. Она стала послом праведности, непоколебимым свидетелем, чей пример укреплял ее родители и младших братьев и сестер. Вы, молодые женщины, тоже можете быть свидетелями Бога, поддерживая в своих домах дух веры, любви, мира и свидетельства, а также готовясь к тому, чтобы позже поддерживать такую же атмосферу в своих собственных домах. Я – плод жизни праведной молодой женщины, которая оставалась твердой и непоколебимой, всегда пребывая в добрых делах. Мы также свидетельствуем об Иисусе Христе, радуясь в нем. Когда народ царя Вениамина узнал больше об Иисусе, они воскликнули. И наша вера во все то, что сказала нам наш царь, привела нас к этому великому познанию, посему мы и ликуем с такой величайшей радостью. Мы радуемся в нашем Спасителе, если помним о нем и его великих благословениях. Мы свидетельствуем о нем, выражая свою благодарность и излучая радость. Открывая это собрание, девушки пели. «О, погляди, все, в чем нуждаешься ты, дарит он и освящает». Недавно я узнала о двух доблестных девушках, которые были свидетелями Бога, соблюдая заповеди и излучая радость Евангелия. Это история, рассказанная одной пожилой миссионеркой в ЦПМ. Однажды, много лет назад, когда она гладила дома белье и смотрела очередной сериал, покуривая сигарету, в дверь кто-то постучал. На пороге стояли двое мужчин в белых рубашках и галстуках. Одним из них был ее епископ. Он сказал, что во время молитвы к нему пришло вдохновение попросить ее учить молодых женщин. Она ответила, что, крестившись в 10 лет, никогда не была активной в церкви. Похоже, это его ничуть не смутило, поскольку он вручил ей пособие и объяснил, где будет проходить собрание в среду вечера. Тогда она решительно сказала ему, «Я не могу учить 16-летних подростков, что я не хожу в церковь, и, кроме того, я курю». На что он ответил, «Теперь вы будете ходить в церковь, и у вас есть время до среды, чтобы бросить курить». Потом он ушел. Она продолжает рассказ, «Помню, я тогда просто кричала от злости, но не смогла воспротивиться желанию почитать это пособие. На самом деле, оно меня настолько заинтересовало, что я прочитала его от корки до корки и выучила наизусть урок, который мне поручили провести. В среду я все еще не собиралась никуда идти, но, помимо воли, села в машину и поехала в церковь, умирая от страха. Я никогда ничего не боялась. Я выросла в трущобах, однажды даже отбывала наказание в тюрьме и спасала своего отца от вытрезрителя. И вот я вдруг оказалась на совместном мероприятии, где меня представляют в качестве нового консультанта по работе с классом Лавр. Я сидела напротив двух девушек из класса Лавр и слово в слово пересказывала им содержание урока, включая слова «Теперь задайте им вопрос». Сразу же после урока я уехала и проплакала всю дорогу домой. Через несколько дней в дверь снова постучали, я подумала «Отлично!» «Наверное, это приехал епископ, чтобы забрать свое пособие». Я открыла дверь и увидела на пороге двух милых девушек из класса Лавр. Одна из них принесла мне цветы, а вторая – печенье. Они предложили мне пойти вместе с ними в церковь в воскресенье, и я согласилась. Я полюбила этих девочек. Они стали рассказывать мне о церкви, о приходе, об их классе. Они научили меня шить, читать священные писания и улыбаться. Вместе мы начали обучать других девушек из нашего класса, которые не ходили на занятия. Мы обучали их везде, где бы не встретили их – в машинах, бойлинг-клубах, на крылечках. Через шесть месяцев на наших уроках присутствовало уже 14 девушек, а через год все 16 девушек, значившихся в списке, активно посещали приход. Мы смеялись и плакали вместе. Мы учились молиться, изучать Евангелие и служить друг другу. Две эти доблестные девушки были свидетелями истины и праведности, добродетели и радости Евангелия. Когда меня призвали стать генеральным президентом общества молодых женщин, во время рукоположения я получила благословение, в котором говорилось, что это служение поможет мне укрепить мою веру в Иисуса Христа. Меня окружают доблестные женщины, мои советницы и члены правления общества молодых женщин, члены президент других вспомогательных организаций, а также мои замечательные предшественницы, бывшие генеральные президенты общества молодых женщин. Они свидетельствуют об Иисусе Христе своей образцовой жизнью и самоотверженным служением. Получая помощь и поддержку от этих женщин, членов моей семьи, истоких и непоколебимых молодых женщин и руководителей во всем мире, я чувствую вокруг себя такое огромное облако свидетелей. Это помогает мне с терпением проходить предлежащее мне поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Данное мне во время рукоположения обещание об укреплении веры в Иисуса Христа исполняется по мере того, как я использую возможности свидетельствовать о Нем всюду и всегда. Я возвещала о Нем, я проповедовала Его и радовалась в Нем. Когда я чувствовала, что моих слов недостаточно, они подтверждались Его Духом. Если я ощущала страх или неуверенность, Он поддерживал и укреплял меня Своей всемогущей рукой. Я знаю, что Он благословит каждую из нас, если мы будем Его свидетелями. Он не оставит нас во веки веков. Я молюсь, чтобы мы стремились вперед с непоколебимой верой во Христа и были Его свидетелями всегда, везде и во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.